Авиапорт Шереметьево имени Александра Пушкина. По объему пассажиропотока первое место в России, единственный аэропорт в стране, обслуживающий регулярные трансатлантические рейсы. Этот дальнемагистральный гигант готовится к одному из самых важных этапов предполетной подготовки – заправки топливом. Данный рейс обычно берет порядка 110 тонн. Уже была произведена плановая заправка в количестве 50 тонн, и сейчас будет производиться заправка остального топлива. Вот 45 тонн выдаст одна машина, и в другое крыло еще заправится другая машина. Сколько времени занимает сам процесс заправки? На данный тип воздушного судна отведено 57 минут времени. Зона повышенной ответственности от слаженности действий заправщиков и от качества керосина будет зависеть стабильная работа двигателей лайнера. То, насколько безопасно и комфортно проведут пассажиры 11 с лишним часов перелета. В этой программе мы пройдем весь путь авиационного керосина от производства до крыла воздушного судна. А для этого на время покинем Шереметьево и переместимся в сторону московского нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти» – одного из основных поставщиков керосина в аэропорты столичного авиаузла. Московский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших поставщиков авиационного керосина в регионе. В 41-м здесь освоили выпуск авиационного бензина для военной авиации. А авиационный керосин начали производить в 78-м году. Сейчас МНПЗ выпускает 650 тысяч тонн керосина ежегодно. Основная установка нашего завода – АВТ-6, фракционирование. На ней происходит разделение на фракции основные, на бензиновую, керосиновую, дизельное топливо. Установка большая, производительность около 7,5 миллионов тонн в год. Данная установка была реконструирована недавно. Цель реконструкции – это повышение эффективности и экологичности. Мы используем такое уникальное свойство углеводородов нефти, которые испаряются при разной температуре. И в частности, можно даже по аппарату посмотреть, где концентрируются основные фракции. Работает это так. Нефть нагревается и поступает в нижнюю часть ректификационной колонны. В парообразном состоянии углеводороды поднимаются вверх по переливным трубкам. И скапливаются каждый на своем уровне. Вот так бензиновая фракция занимает самый верх, а керосин, который нас интересует, оказывается где-то посередине колонны. Керосиновая фракция уникальна тем, что находится между бензиновой фракцией и дизельной фракцией и обладает двойными свойствами. Имеет очень высокую температуру сгорания, которая характерна для дизельного топлива, и низкую вязкость, которая характерна для бензинового. Этим и цена керосиновая фракция для турбореактивных двигателей. Когда самолет летит на большой высоте, холодно, минус 55-60 градусов, данная фракция позволяет выдерживать данные низкотемпературные характеристики. И в достаточной степени маловязкая, что позволяет ее эффективно доставлять к топливу и к форсункам турбореактивного двигателя. И в другой степени она достаточно калорийна для того, чтобы создавать нужную температуру и тягу для самолета. На московском НПЗ установка дает чистый продукт, готовый к применению, утверждает Алексей. В основе качества уровень технологичности, которого удалось добиться в процессе реализации проекта масштабной модернизации завода. Повысить экологичность производства и объемы поможет новый комплекс Европлюс. Как раз туда мы и направляемся. Завод в заводе, производящий вау-эффект, футуристическое сооружение. Сейчас мы в самом его центре и движемся в сторону новой ректификационной колонны. Европлюс – целый город из металла. Большая мощная установка, состоящая из пяти различных процессов, позволит нам увеличить производство керосина. По переработке нефти позволит нам заменить целый ряд старых установок. Замещение старых мощностей позволит нам одновременно увеличить как энергоэффективность, так, естественно, и экологию. Для того, чтобы увидеть новую колонну, поднимаемся на высоту более 20 метров. Вот это самое сердце установки, основной фракционатор. Способ извлечения точно такой же, только она значительно шире. Бензиновая часть выходит сверху, а керосиновая часть чуть ниже. Мы с вами видим вот эти вот два вывода, это как раз вот керосиновая часть выходит. Запуск Европлюс позволит московскому НПЗ удвоить объем выпускаемого авиационного топлива. Контроль качества нефтепродуктов обеспечивают лаборатории «Газпромнефти». В собственном центре московского НПЗ, где испытывают все производимые заводом товарные нефтепродукты, к авиационному керосину внимание особое. Авиационный керосин, так как это серьезный вопрос, это небо, это самолеты, это безопасность определенная, у нас проходит в два этапа. Первый этап – проводятся испытания по всем показателям качества, их порядка 22 по паспорту. Испытания длятся два дня. В процессе керосин замораживают, подогревают, поджигают, имитируют все процессы его движения и работы в двигателе, подтверждают соответствие ГОСТу и техническому регламенту Таможенного союза. В результате партия получает паспорт соответствия. А второй день? Те же самые 22 испытания, но в присутствии военного представителя. Транспортировка идет по закрытому нефтепродуктопроводу, опоясывающему Москву и соединяющему все аэропорты столичного авиаузла. Мы возвращаемся в Шереметьево. Прежде чем попасть в крыло самолета, авиатопливо приходит на склад топливозаправочного комплекса, расположенного в непосредственной близости аэропорту. Начальник склада ведет нас к пункту приема керосина. Как раз под нами система вывода топлива из нефтепродуктопровода на поверхность. Это у нас система измерения количества и качества нефтепродуктов. Ведется учет, учет поступаемого топлива. На пути к резервуару для хранения керосин преодолевает многоуровневую систему фильтров. Так выглядит насосно-фильтрационная станция. Она разделяется на две группы. Слева это группа приемных модулей, справа расходная группа. Тонкость фильтрации 5 микрон. На каждом из этапов очистки у сотрудников лаборатории качества есть возможность взять пробу и подтвердить частоту керосина. Допущенный к складированию керосин хранится в резервуарах, но перед доставкой в аэропорт его снова проверят. Пробу берут из этой 140-литровой колбы, соединенной со всеми резервуарами склада. Мы проводим анализ приемный по 14 показателям. Те, что в нормативных документах у нас прописаны и регламентированы. И уже даем заключение о выдаче на заправку. Например, этот аппарат измеряет температуру вспышки, определяет уровень воспламеняемости топлива соседней, имитирует запуск двигателя, определяет количество допустимого нагара в процессе сгорания керосина. Все данные прихода и ухода топлива со склада, результаты испытаний и паспорта качества отгружаемых партий хранятся в единой базе компании. К этой базе онлайн подключены планшеты сотрудников. Когда качество подтверждено, старшая авиатехника дает разрешение на подачу топлива на склад, включаются насосы, все это в автоматическом режиме. И по трубопроводу подаются на пункты налива. Предпиронные пункты налива располагаются на территории аэропорта. И именно там вступают в дело топливозаправщики. Не просто цистерны, а передвижные компьютеризированные установки с системами учета и контроля качества топлива на борту. После заправки топливом машина будет отстаиваться регламентированное время. Еще раз будет произведен уже инструментальный контроль. И только после этого будет дано разрешение на выезд и заправку следующего воздушного судна. Наши воздушные судна – это «Боинг-777». Именно туда направляются топливозаправщики. И мы вслед за ними. Водитель топливозаправщика аэродромного по приезду на место стоянки устанавливает заземление. Все наши топливозаправщики – это отличительная особенность «Газпромнефтяэра» Шереметьево – снабжены системой АМКОА. Это автоматизированный модуль коммерческого учета авиатоплива. Водителю приходит задание на контроллер в кабине. В задании указан тип воздушного судна, бортовой номер и необходимое количество топлива для заправки. Водитель еще раз проверяет керосин. Если мы создадим вот такое вращательное движение, то мы увидим, что вся вода и мехпримесь, которые были бы здесь, они осядут на дно. И это визуально очень хорошо видно и подтверждается. Сейчас вы видите кристально чистый керосин. Итоговое качество подтверждается в присутствии представителя авиакомпании. Только после этого можно приступать к заправке самолета. Мониторы количества заправленного керосина располагаются на крыльях авиалайнера и на самой цистерне. Процесс пошел. Через 12,5 часов заправленный нами «Боинг» благополучно совершит посадку в Лос-Анджелесе. Этот путь для пассажиров будет добрым. Редактор субтитров А.Семкин